Европейский парламент призвал страны-члены ЕС ввести самые жесткие санкции против властей Беларуси и её экономики, а также перекрыть источники, с которых получает финансирование Александр Лукашенко. На пленарной сессии в Страсбурге развернулись дебаты по поводу принудительной посадки в Минске пассажирского самолёта компании Ryanair и похищения двух граждан Беларуси и России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам сказал, что пришёл в ужас от интервью одного из них, Романа Протасевича. «Его заставили признаться на государственном телевидении. Это ещё один пример грубых нарушений прав человека, совершаемых режимом Лукашенко», сказал Жозеп Боррель. «Было ужасно видеть этих людей, задержанных и плачущих». Ранее главы государств и правительств ЕС договорились ввести немедленные и адресные санкции. В ответ на то, что Беларусь заставила европейский авиалайнер изменить курс. Многие депутаты назвали их слабыми и запоздалыми. Эстонский правоцентрист считает, что нужно было принять ограничительные меры и против союзника Минска-Москвы. «На такого рода нарушения реакция была соответствующей», сказал Рихо Террас. «Но, по-моему, ЕС не сделал достаточно в отношении того, что происходило до угона самолёта». «Я имею в виду, что нужно было ответить на российское давление на белорусскую оппозицию, которая усилилась за последние годы. Нерешительность Европы дала Лукашенко возможность сделать ещё один шаг». Тем временем в Беларуси ужесточили наказание за проведение несогласованных митингов до трёх лет лишения свободы. Евросоюз утверждает, что наряду с Романом Протасевичем и Софией Сапегой там содержится за решёткой ещё как минимум 450 политических заключённых. Европарламент потребовал их немедленного освобождения.